Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Из-за угрозы заражения коронавирусом заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске проходило в видеорежиме. И, как утверждают донецкие и луганские представители в этой группе, Киев за 10 часов работы, не только фактически заблокировал работу по мирному урегулированию, но и полностью нивелировал то положительное, что было достигнуто на прошлом заседании в Минске. Это была цитата, а с нами на связи из Донецка журналист, блогер Рамиль Замдыханов. Рамиль, рад вас приветствовать. Добрый день! Взаимно! Здравствуйте! Здравствуйте! Рамиль, ну, я не могу сегодня на такой день, что я со всеми своими собеседниками начинаю разговор все-таки с коронавируса. О минских встречах мы поговорим чуть позже. Какая ситуация в Донбассе? Ситуация в Донбассе в восприятии коронавируса пока, слава богу, под контролем. Не знаю, стучать по дереву или какие-то другие суеверия в данном случае применять. То есть приняты какие-то противоэпидемиологические меры, остановлены занятия в школах, ушли на карантин школы и высшие учебные и средние учебные заведения. Остановлена работа развлекательных учреждений, театров, кинотеатров, развлекательных центров, торговых центрах. Пока, наверное, и все. Некоторые предприятия, которые могут себе позволить отправить сотрудников на удаленную работу, отправили. В остальном все функционирует в прежнем режиме. Тех меры, которых мы видим по Москве, допустим, или по европейским городам, пока нет. Это объяснимо, потому что случаев, подтвержденных, по крайней мере, заболевания коронавирусом ДНР нет. Поэтому все пока в такой стадии. Теперь по Минску. Известно, что на предыдущем заседании группы стороны договорились, прежде всего, фиксировать в письменном виде обязательства сторон по конкретным действиям. Вот по информации на последней встрече, на той видеоконференции, назовем это так, глава украинской делегации, я перечисляю, отказался, категорически отказался подписывать какие-либо документы. Более того, он отказался опубликовать взаимно согласованные решения по обеспечению усилению бессрочного режима прекращения огня. А самый неприятный отказ украинской стороны, как отмечаются участниками Донецкой стороны, это то, что Украина не согласилась запретить наступательные и разведывательно-диверсионные операции. У меня к вам вопрос, партия войны вновь набирает силу на Украине, или просто это так называемые нацики пытаются руководить Зеленским? Что происходит? Или они просто к войне готовятся? Украина вируса, и мы можем фиксировать, отдавать себе отчет, что это заболевание, наверное, кардинальным образом изменило образ жизни, образ жизни всей цивилизации на всей планете, кроме минских переговоров. Вот там как ничего не делалось, так, по сути, ничего не делается. И, наверное, кажется, что это известная фраза из «Игры престолов», когда герой говорит то, что мертво умереть не может, наверное, полностью применимо в данном случае к минскому процессу. Ну, а вспомним, скажем, год, два, три назад, минским соглашением, пять лет, наверное, они были слишком продуктивны тогда, когда никто не слышал о коронавирусе. Думаю, что нет. Всегда находились какие-то причины, по которым Украина по теми или иными предлогами отказывалась подписывать, либо подписывала со скрипом, либо подписывала, но не выполняла. Это такой долгоиграющий процесс. Почему так, в общем-то, объяснимо. Украина подписала минские соглашения, которые, ну, ей объективно, там, по миллиону причин невыгодны, но она их подписала. И вот теперь она пытается вот этот факт подписания, в общем-то, упразднить, отменить той политикой, которую она проводит в рамках минских соглашений, затягиванием их непонятными разговорами, откладываниями и так далее. Кажется, единственное продуктивное, что было достигнуто в Минске, это несколько обменов пленными, и хорошо, и переговоры, касающиеся водоснабжения или решения прочих гуманитарных вопросов, тоже хорошо. А кардинальных сдвижек в Минске достигнуто не было, и мне кажется, что, наверное, и не получится. Главный плюс, но, кстати говоря, не маленький плюс от Минских соглашений, то, что эта переговорная площадка не дает противостоянию сорваться, военному противостоянию сорваться в совершенно неуправляемую фазу. Вот, я думаю, под таким углом и стоит смотреть на те переговоры, которые проходят в столице Беларуси. Рамиль, я, может быть, кому-то покажусь скептиком, но вы сказали, не дает скатиться в военную фазу. Вместе с тем, та же самая Донецкая разведка сообщает, что в ряде населенных пунктов приграничных идет концентрация украинской военной боевой бронетехники. В основном это танки. Танки, как известно, оружие наступательное. Для чего это там? Я наивный вопрос задаю. Они готовятся к войне или все-таки соблюдению Минских соглашений? Ну, вы знаете, в этом аспекте я, наверное, такой же человек, как и вы. Я не являюсь военным экспертом, и вот такого, что ли, оперативного доступа к разведматериалам, которые получены с той стороны, у меня нет. Могу предположить вот что. Ну, во-первых, да, действительно, не дает скатиться в острую военную фазу. К сожалению, мы слишком хорошо знаем, что это такое на примере 2014-2015 годов. Причем знаем и отдаем себе отчет, что и в 2014-2015 годах это был еще далеко не предел, потому что если бы и тогда развернулись войска по ту и другую сторону в полную мощь, то, наверное, я бы сейчас разговаривал не из Донецка, а из руин Донецка. К счастью, тогда ничего подобного не произошло. А что же касается концентрации вооружений, тем более наступательных по ту сторону линии разграничения на украинской стороне, могу только предположить. Ну, во-первых, армия, она живет по своим законам, в том числе по законам снабжения, наращивает группировку, у них там происходит какая-то ротация силы и так далее. Я подозреваю, что всякое передвижение танков или каких-то других ценностей, все это сопряжено с финансовыми расходами, а там, где финансовые расходы в условиях и нынешней Украины, и прошлой Украины, это всегда люди, которые с этих финансовых расходов живут. Вот в конце прошлой недели был такой громкий скандал, когда Ермак, глава офиса президента Украины, приторговывал должностями еще в прошлом году. Ну, он ведь там не один такой, я подозреваю, что здесь есть люди, которые нагреют руки. А уж объяснить населению, что мы там нарастили военную группировку под Донецком, а кто будет возражать? Наверное, на украинской стороне уж точно никто. Что же касается военного решения вопроса, ну, это мое личное мнение, я все-таки не верю. Хотя на Украине часто появляются такие горячие головы, которые предлагают повторить то, что было в Северской окраине, таким, что ли, стремительным рывком пройти к российской границе, навести свои порядки. Но те, кто имеет, кто более сведомлен в балансе сил по ту и другую сторону линии разграничения, понимают, что такой сценарий совершенно не реализуем. Рамиль, тогда я зайду к этой теме с другой стороны. Наблюдатели отмечают, что резко увеличилось число вылетов боевых вертолетов с украинской стороны, облет территории, линии разграничения, по крайней мере. И в том числе, бывают даже и залетают на территорию Донецкой и Луганской республик, несмотря на систему ПВО. Как это рассматривать? Тоже дорога к миру или тоже попытка отмывать деньги, грубо говоря? Ну, уж точно не дорога к миру. Понятно, что версия с отмыванием денег – это моя гипотеза, и чтобы ее доказать, нужно проводить соответствующий аудиторий. Но это точно не дорога к миру. С другой стороны, можно в принципе оценить движение Украины в этом направлении, которое сделало небо над Донбассом военным. А ведь это украинские ВВС начали тут активные действия в 2014 году. Ни одна из других сторон, которые так или иначе либо принимали участие в конфликте, либо, ну скажем так, помогали тем, кто участвует в конфликте, ВВС в этом конфликте не использовали. ПВО – да, а ВВС – нет. И сделав таким образом небо над Донбассом военным, а после этого направив сюда в 2014 году нидерландский лайнер, мы же знаем, что диспетчер из Нитропетровского направил его пролететь на территорию ДНР. А кто вообще, говоря, в принципе должен отвечать на те возможные жертвы, которые и состоявшиеся жертвы, которые сопряжены с такой подобной политикой? Рамиль, еще один вопрос. Напоследок, все-таки я задам. Украина, в общем-то, да не только Украина, сегодня весь мир стоит на пороге глобального экономического кризиса в связи с коронавирусом. Украину, я так понимаю, это тоже коснется в значительной степени. Почему бы украинским властям не сконцентрировать свое внимание именно на этих проблемах, а не заниматься перевооружением своих вооруженных сил, извините за эту тавтологию, на границе с Донбассом? Для чего? Зеленский совсем не управляет процессом? Извините, нацики управляют процессом? Ну, вы совершенно верно ставите вопрос, почему Украина не занимается коронавирусом, а занимается, в кавычках, Донбассом. Вопрос, который задают себе люди, причем не только здесь, но и на Украине. Смотрите, у них вспышка коронавируса в Тернопольской и Черновицких областях. Казалось бы, что называется, на поверхности решения вопроса устроить карантин этим областям, окружить их каким-то санитарным кордоном и препятствовать перемещению потенциально зараженных лиц на другие области Украины. Но этого не происходит. Вместо этого просто ужесточены меры на границе с Донбассом, где вообще говоря заболевших коронавирусом нет. В ЛНР, насколько мне известно, один подтвержденный случай, сейчас человек в инфекционном отделении. А почему Украина не занимается коронавирусом, а почему она не занимается Донбассом, я думаю, что тут ответ лежит, разумеется, в области такой украинской внутренней политики. Ведь, несмотря на то, что Зеленский разгромил Порошенко на выборах прошлогодних, да, там, со счетом 73 на 24, если мы говорим о процентах, тем не менее, единственный конкурент, оставшийся сейчас в политическом поле, Зеленскому, это все еще Порошенко, который, ну, во многом отыграл, наверное, то свое поражение. Других, честно говоря, фигур, которые могли бы противостоять Зеленскому на потенциальных президентских выборах, я не вижу. Тимошенко, с моей точки зрения, все-таки давно уже не в счет. И сейчас Зеленский вынужден так или иначе сражаться за электоральное поле, на котором Порошенко тот уж признанный ястреб, признанный человек войны. И он должен каким-то образом демонстрировать свою такую, в том числе и милитаристскую сущность. Поэтому вот эти все движения в отношении Донбасса и с наращиванием вооружения, и с неприятием там Минских соглашений, и с соответствующей риторикой, и обстрелы, которые происходят в Донбассе ежедневно, вот просто пару дней назад шальной пули, а может не шальной, убила женщину 31 года рождения. Просто сидел человек у себя дома, залетела пуля в окно, и все, нет, нет старушки. Ну вот такие реалии, в таких реалиях сейчас живет Донбасс, но по всей видимости Украину они устраивают, потому что, да, это не маленькая победоносная война, но это уж точно не то решение, которое сторонники условного Порошенко могут трактовать как сдачу интересов России. А по всей видимости вот именно такой трактовки боится Зеленский, и он готовит идти на человеческие жертвы, лишь бы его не уплепнули в предательстве. Рамиль, спасибо огромное за это очень интересное интервью, спасибо, всего доброго, и как всегда, миру Украине и здоровья. Сегодня это актуально. Спасибо, спасибо, всего доброго. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. Спасибо.